Ну что, с рывков и прорывов начнем по традиции. Россиян хотят заставить платить за отпуск за границей. С такой инициативой выступил президент Отечественного Союза Туриндустрии Уманский. Цитата. Это своеобразный туристический аналог экспортной пошлины, направленный на развитие внутреннего туризма и обеспечение защиты прав потребителей. Напомню. Что в июле текущего года Госдума приняла закон о налоге на тот самый внутренний туризм, который представляет собой фиксированную оплату за номер в гостинице от 100 до 300 рублей в сутки. В зависимости от города, региона, устанавливать ценник должны местные власти, потому что налог является местным. Наша туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе. Вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Теперь вот хивоездную таксу придумали. Слушайте, обожаю я наших чиновников. Не отдыхают, ведь совсем все о народе думают. Где бы с нас еще состричь? Казалось бы, нечего уже с народа стричь и так разделить до последних труцов. Но нет, ребятишки снова и снова находят выход из создавшегося сложного положения. О, туристы раз за границу отдыхать ездят, значит и деньги у них водятся, а мы их давайте по этому поводу оброком обложим. Браво, аплодирую, стоя, стоя и тут же идею подброшу. Можно еще и вести побуры на снегопады и проливные дожди на засуху. Направо оказаться на солнышке в прохладную погоду или в тени при жаре бесконечно, ведь простор для чиновничьих фантазий не находите. Господи, когда это закончится? Реальная журналистика! Поехали! Кстати, а знаете, что я думаю? А не будет никакого развития туристической отрасли? Не будет никакого развития муниципальной инфраструктуры, которая как будто бы должно поспособствовать увеличению туристического потока? Не будет. Ничего из заявленного нет. Деньги-то, конечно, с нас соберут скорее всего. И немалые вот только распихают их все, как обычно, по каким-нибудь чьим-нибудь карманам, и все на этом закончится. Вот чтобы было ясно, о каких бабках вообще идет речь, послушай. Абсолютно точно количество поездок, внутренний туризм, он явно усиливается. То есть, например, 21-го года это было 66 миллионов поездок, 23-й год это уже 83 миллиона поездок по стране. То есть, тренд идет на увеличение. По стране, когда разрабатываются крупные схемы, ты к этому причастен? Есть определенный тренд? Конечно, есть определенный тренд, особенно, когда ты к этому причастен 83 миллиона поездок по стране. В прошлом году совершили наши соотечественники, прикиньте, какой навар пропадает. Даже по 100 рублей сноса, да что там сноса семьи уже. Очень красивая цифра вырисовывается, а если еще и тех, кто за бугор отдыхать катается, обложить данью, ой, как нарядно-то ситуация, вытанцовывается, главное, лопухам сейчас по ушам грамотно проехаться. Целевое расходование этих средств легко проконтролировать. Контроль обеспечивается в том числе и местными жителями, которые легко могут увидеть преобразование в своем муниципалитете, или не увидеть, и тогда пожаловаться на мэра. Почему нет? Почему нет? Ну почему нет? Да-да, свежо предание, особенно про пожаловаться на мэра улыбнуло, хорошо. Давайте вспомним другие истории, которые также должны были сработать во благо для всех, для нас. Например, идея с обязательной маркировкой товаров, которая возникла в далеком уже 2018 году. Сперва говорили, что маркировки будут подлежать лишь некоторые товарные группы. Сегодня перечень таких товаров охватил уже почти все, что встречается на полках магазинов. Давайте заодно вспомним, как нам данную инициативу продавали, под каким соусом в смысле. Маркировка нужна, дабы повысить качество продукции. Дабы защитить потребителя от контрафакта. Прошло 6 лет. И что? Качество того, что вы покупаете, хоть как-то заметно изменилось? Добрую половину тех же продуктов, как гнали из пальмового масла, так и гонят. Хлеб как пекли из низкосортной муки, так и пекут. Колбасные мясные изделия, как были дрянью, простите мне, мой французский, и такие и остались. Я сейчас про дешевые продукты, правда говорю, ну, про доступные. Снижение качества продуктов может произойти из-за искусственного сдерживания цен. Производители не смогут повышать стоимость, и чтобы хоть как-то компенсировать свои убытки, начнут экономить на качестве. Причем потребитель, то есть мы с вами, подмены может не заметить. Потребительский спрос ограничен, и если товары на полках становятся дороже, то их меньше покупают. Или стараются переключиться на более дешевые товары потребители, ищут что дешевле. То же самое с медицинскими препаратами. Подавляющее большинство недорогих популярных лекарств – это пустышки, которые не лечат, ладно, хоть не калечат. На рынке непродовольственных товаров картина ничуть не лучше, особенно на рынке электроники, который сегодня буквально завален дренным китайским ширпотребом, откровенным барахлом. Покупаешь, ну, скажем, пылесос или телевизор, он ровно год работает, пока есть гарантия дальше. Ты несешь этот предмет на помойку, потому что вызываешь мастера, а мастер говорит, вам проще новый купить, чем этот хлам отремонтировать. Не так? Нейросети на страже здоровья. Именно они помогают выявить некачественные лекарства. Технологию придумали в Пензе и уже обучили искусственный интеллект распознавать 10 препаратов. Дальше больше. Как все работает, увидела наш корреспондент Любовь Филиппова. Спасибо, не надо. Простите, но у меня вполне резонный вопрос в этой связи возникает. На кой ляд тогда все эти понты с маркировкой были? Качество товаров повысить не получилось за 6 лет. 6 лет наши чиновники этой бодягой занимаются толку ноль. Вот я и спрашиваю, зачем? Чтобы в очередной раз кто-то денег себе в карман положил. А что, прикольная идея. Главное, что делать-то ведь ничего не нужно. Не нужно ничего производить, бери уже готовое. Маркируй, получай звонкую монету и вся недолга. Молодцы, ребята, классную тему замутили. Бабки из воздуха буквально. Бабки, 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 бабки. Хотите еще примеров? Их есть у меня. Моя любимая история с платными парковками в городах нашей страны. Возникла она в Москве, затем тема распространилась по всей России. И когда эту кашу заваривали, нам, как в улице, пели красивые песни. Мол, данная мера поможет разгрузить улицы от пробок. Вечный бич любого мегаполиса. А что в итоге? А в итоге данная затея превратилась в бизнес-проект для каких-то чиновников и их родственников. Парковками теми нередко стали заведовать какие-то мутные коммерческие структуры, получающие свою долю с каждого автомобилиста. Платные парковочные места стали появляться вообще везде, даже там, где пробок отродясь не было. Впрочем, слово парковки тут не очень уместны, поскольку в их обустройство тоже никто не вкладывался, да и не хочет. Был бордюр, там или куст из земли торчал. Человек всю жизнь в этом месте у того бордюра парковался бесплатно. А потом у этого бордюра куста воткнули паркомат. Вуаля, вот она парковка! Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите их нам таким умным! Гаражи все сносят, заменяют платными парковками, собирают с москвичей деньги. Платные парковки просто как раковая опуха разостаиваются по Москве во все районы. Уже далеко за Садовое кольцо, за Третье транспортное. Все уже пошло, скоро дойдет это все до МКАДа. Нужно вернуться к программе «Народный гараж». Она действовала нормально. Были хорошие примеры, пока московские власти не начали взвинчивать цену за эти гаражи. Это уже новые власти, присобянины. Поэтому еще раз, нет, ребят, не верю я в то, что всех вот эти вот новые налоги, теперь еще и туристические, действительно пойдут на развитие отрасли. Думаю, как и вы, тоже вон и они верите. Не верю в усовершенствование инфраструктуры, чтобы сделать ее максимально привлекательной для гостей и городов. Ну, не верю почему-то. Как по мне, очередная схема по ошкуливанию граждан. Вот об этом речь в бюджетах же, всех уровней дыры. И это ни для кого не секрет, дыры эти надо как-то латать. Малый и средний бизнес, который грузили различными поборами до того, ого, как уже не вывозят, то расходы-то растут. Поэтому плоти и налоги. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. Ну и чтобы не на грустной ноте заканчивать, любимый в народе жук Чубайс, похоже, попался на воровстве. Накануне представители ФСБ сообщили, что при создании Чубайсовского планшета было украдено, внимание, 13 миллиардов рублей. Вот этого планшета, если кто-то запамятовал. Я очень люблю ту аферу вспоминать в своих выпусках. Достаточно часто ее показываю. Вы в курсе, да? Мы предложили нашим партнерам сделать специальный продукт, который изначально был заточен под запросы российской образовательной системы. Пока, правда, не сам Чубайс обвиняется в воровстве, а его бывший партнер и генеральный директор дочерней компании Роснана, некто Борис Галкин, но сказать хотел совсем не об этом. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. 13 миллиардов рублей украли на разработке планшета. А, так, наверное, не очень понятно, да? Перевожу. По курсу 2010-2011 годов это почти полмиллиарда долларов. Много это или мало, спросите меня, вы докладываю. На разработку и создание, например, самолета «Сухой Суперджет» Россия примерно в то же время потратила около 2 миллиардов евро. Так там самолет делали, а тут какой-то планшет, который обошелся налогоплательщикам в четверть стоимости. Целого воздушного судна полмиллиарда долларов за планшет, который никто никогда не увидит. Кстати, почему пропагандисты до сих пор не верещат о том, что предприимчивого Борисовича пора бы уже во враги народа записать, объявить международный розыск заодно или это другое? Смылил мужчина кучу государственных денег, ну или не смылил, а профукал, хрен редьки не слаще, и живет себе припеваючи за бугром, разъезжает по странам, которые сегодня считаются недружественными, и кому до него нет дела, а кто отвечать-то будет? У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. Значит, у нас есть вторая премия, помимо первой. А впрочем, ну что за глупые вопросы я снова задаю. Все ведь все понимают. Понимают также, что не только Чубайс в данном случае должен был бы ответить. Кто-то ведь утверждал все те сметы на сомнительные проекты Анатолия Борисовича. Под ними стоят подписи конкретных чиновников, которые выделяли деньги. Не уверен, что эти подписи оставляли идиоты, не понимавшие, что ни один планшет в мире не может стоить, как четвертая часть нового самолета, только что, изобретенного, сделанного, разработанным. А впрочем, хоть кто-то удивлен, в очередной раз спрашивают. Помните, как поэтично сказал бандит-антибиотик в одном небезызвестном сериале? В нашей стране можно украсть велосипеды и все здоровье оставить в тюрьме. А можно воровать составами и всегда оставаться на плаву в России. Красть составы. Гораздо безопаснее, чем велосипеды. Не прибавить, не убавить. Все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Друзья, добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока.